Добрый день дорогие друзья! Ну что у нас до окончания каникулы осталось буквально пару-тройку дней. Завершающие экскурсии уже провожу для Никиты Сергеевича. Сегодня мы приехали с вами на легендарные Чистые пруды. Откуда произошло это название, как они назывались раньше? Какие фильмы здесь снимались? Что было связано с Чистыми прудами? Никита, тебе это интересная тема? Думаю, будет интересная. А вообще до этого ты что-то слышала о Чистых прудах? Ну нет, поскольку я не проживаю в Москве или в Московской области. Я понял тебя. Ну что, ребята, вы сегодня прогуляйтесь вместе с нами. Еще раз повторюсь, это будет, наверное, уже одно из завершающих видео. А то на предыдущем я говорил, что уже все, видео не будем снимать. Но наш дедушка, мой отец продлил нам немножко каникулы, потому что у нас в запасе еще есть 3-4 дня. То, что мы успеем отснять, ребята, конечно же, будет отснято как для Никиты, так и для вас. Внимательно смотрим, слушаем, пишем свои комментарии, может быть, чем-то поправляем и даем, конечно же, свои советы. Все это, ребята, для вас. Поехали, господа. Итак, господа, откуда пошло название Чистые пруды? А изначально в 17 веке, как гласит предание, эти пруды назывались Поганая лужа, Поганая болота. В связи с чем? На улице Мясницкая находились мясные лавки, которые торговали скотиной. Здесь же мясо обрабатывали, разделывали, и все нечистоты сбрасывались именно в эти пруды. И изначально, как я в самом начале сказал, они и назывались Поганая болота или Поганая лужа. Есть другое предание, что в 12 веке здесь решил остановиться ночлег князь Юрий Долгорукий. А на этом месте находилось село, которое принадлежало одному из известных бояр Степану Кучке. В общем, какой-то конфликт у них там произошел между собой, как говорят, ну, как говорит предание, по крайней мере. И после чего Юрий Долгорукий распорядился казнить Степана Кучку. Степана Кучку казнили, и его тело сбросили в эти пруды. Это вторая версия, после чего их назвали Погаными, Погаными прудами. В 18 веке знаменитый также князь Менщиков распорядился эти пруды очистить. Эти пруды очистили полностью, сюда запретили сбрасывать нечистоты, и после чего они начали называться чистыми. Также вдоль появилась знаменитая, теперь уже улица, Чистопрудный бульвар. На этом, ребята, пока все. Господа, чистые пруды увековечены во многих наших советских и российских фильмах. Но давайте несколько из них вспомним. Место встречи изменить нельзя. В такую сторону пруда, вот там, на лавочке, сидел герой знаменитого актера Евгения Леонова-Гладушева, Василий Векшин. И он был убит бандитом, после чего его находят Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Именно здесь снимали этот эпизод. Если вы посмотрите первую серию этого фильма, то, конечно же, сразу вспомните этот момент. Фильм номер два. «Джелькмены удачи». Из окна вот этого здания, которое вроде как считалось заброшенным, но, конечно, здание немножко другое было, но обзор взяли отсюда. Герой Василия Алибабаевича смотрел на замерзшие чистые пруды, на котором катались дети на коньках. Фильм номер три. «Я иду, шагаю по Москве», когда молодой писатель из Сибири рассказывает герою Никиты Михалкова, что эти пруды назывались грязными. В этот момент их кусает собака, рвет штаны. Также этот эпизод, я думаю, многие видели. В фильме «Мимино» главный герой падает именно здесь, на чистых прудах, когда они были замерзшие, прошу прощения. Значит, фильм номер четыре. «Белорусский вокзал». Герои, три сослуживца, упоминают свое однополчание, именно здесь, в ресторане, который находится вот по левой стороне. Никита, поверни камеру. Сейчас, кстати, не знаю, действует он или нет, но, наверное, я думаю, вряд ли. Он, по-моему, на реконструкции находится. Но снимали этот эпизод именно здесь. Значит, в фильме «Покровские ворота» главный герой встречает Риту также здесь, на чистых прудах. Ребята, фильмов было довольно-таки много, более тридцати. Самый первый фильм – это был подкидыш, когда маленькую девочку в самом начале находят также здесь, на чистых прудах. Ну что, о киноистории чистых прудах на этом все. Идем дальше. Конечно же, здесь снимался знаменитый клип на песню «Чистые пруды». На музыку Давида Тухманова и стихи Леонида Фадеева в исполнении легендарного Игоря Далькова. Как вы помните, в этом клипе, кто, конечно же, его смотрел, ну, клип был довольно-таки простенький. Когда он идет просто вдоль деревьев и звучит эта знаменитая песня «Чистые пруды». Была такая небольшая легенда. Не знаю, правда, кем она была послана в средства массовой информации, но лет так 15 назад писали, что на самом деле песню написал сам Игорь Дальков, когда он здесь снимал, арендовал квартиру в свое время. Когда у него был маленький ребенок, жена ухаживала за ребенком, у них была однокомнатная квартира съемная и не было места. И он вроде как на стиральной машине, которая находилась в туалете, он по-быстренькому присел и в течение там 10 минут накидал эту песню. Но это, господа, как оказалось, не больше, чем легенда, все-таки Давид Трухманов и Леонид Фадеев. Это эти люди и есть авторы этой знаменитой песни. Ну, а мы с вами идем дальше. В 1956 году напротив «Чистых прудов» был основан вот этот легендарный знаменитый театр современник. А тем он был основан. Это были молодые актеры, выпускники знаменитого МХАТа. Олег Ефремов, Олег Табаков, Галина Борисовна Волчек, Евгений Истегнеев, Игорь Кваша. Именно они первоначальные проходцы и основатели вот этого, теперь уже потрясающего, вошедшего в историю театра современник. О нем можно рассказывать, ребята, не один час. Поверьте, много историй. Сколько спектаклей, как распадался современник, кто здесь остался, почему переходили. Олег Табаков был второй личностью. Почему он был второй, а не первой личностью? Ребята, в «Современнике» историй и секретов можно на отдельных две передачи. Поэтому мы про этот потрясающий театр расскажем в другой передаче. А сегодня я просто хочу вам напомнить, что если вы приехали на «Чистые пруды», если вы гость столицы, то пройдясь вдоль прудов, не забудьте посетить «Современник», приобрести билетик и посмотреть классные, потрясающие спектакли. Ну что, а мы идем дальше. Ребята, ну на этом, на «Чистых прудах», я думаю, мы, наверное, завершим. Это был краткий небольшой обзор для вас. Никита, чем тебе запомнились «Чистые пруды»? Отрицательные стороны и положительные? Положительные здесь очень развиты природа. Здесь в театрах очень много, что я очень хорошо заметил. Но отрицательные стороны – это то, что здесь много людей в нетрезвом состоянии. Некоторые даже в мусорках спят, ребята. Согласен с тобой абсолютно, коллега. Людей в нетрезвом состоянии здесь довольно-таки много. Здесь собираются уличные музыканты, которые себя именно так называют. Здесь собираются тусовщики, которые тусуются здесь почему-то днем и ночью на газонах. Ну, мы видели, полиция, конечно же, подходит периодически, пытается там разогнать. Но они через 10 минут появляются тут же, на том же месте, как говорится. Но это нынешнее время, нынешнее поколение. Также здесь собираются футбольные фанаты московского «Спартака». Почему-то это место считается одним из, как бы, козырных по Москве. Они здесь празднуют победы. Также обсуждают поражения, если такие случаются. Ну, в общем, ребята, современные реалии – это современные реалии. Мы вам показали чистые пруды с красивой стороны, немножко профилософствовали и рассказали про те места, которые мы вам советуем посетить вокруг чистых прудов. На этом, ребята, не прощаемся. Мы сейчас переезжаем по Красной Ветке. Едем на Воробьевы горы. Потому что Никита Сергеевич захотел. Куда? Шаурму от Хача. Шаурму Хачу, она правильно называется. А вот я хочу или не хочу – это уже не важно. Вы поедете, конечно же, вместе с нами. Пока. Ребят, ну, проходили мимо. Не могли остановиться возле этого знаменитого памятника, который находится напротив Московского государственного университета имени Ломоносова. Помните фильм «Приключения Шурика», когда Шурик здесь в самом начале останавливается и засматривается в книгу этого памятника? Мы тоже сегодня сделали пару фотографий с Никитой, потом их сдублируем с фотографиями из фильма. И для сравнения я выставлю в Инстаграм, посмотрите. Ну и, конечно же, также вам рекомендую приехать сюда, к МГУ. Смотровая площадка чуть ниже находится, но сам МГУ, конечно, это легендарный университет. Здесь нечего-то сказать. Внутрь хотели войти, нас, к сожалению, не пускает. Никита, как тебе общий обзор вообще? Ну, блин, я так смотрю, это очень высоко. И я сначала думала, что это все аудитории класса, так сказать. А это, оказывается, половина аудитории и половина класса. Нет, половина общежития. Половина общежития, да, которые пристроены. Вот, например, позади нас это край общежития. С той стороны также балкон общежитий. Но, я не знаю, сам университет, мне кажется, у каждого человека, который заканчивает школу, мечта сюда поступить. То, что я прекрасно знаю, это на одно вакантное место несколько сотен человек. Все, точнее, сложность в этом и заключается. Ну да ладно, ребята, обзор МГУ мы делать не будем. Мы сейчас все, продолжаем путь в сторону. Но шаурму хочу. Вот он хочет. Я до сих пор не хочу. Ладно, оставайтесь вместе с нами. Погнали дальше. Ну что, ребята, мы приехали во владение Амирана Сардарова. Шаурму хочу. Значит, нас стояли в очереди где-то минут 20. Не так долго, но сегодня, наверное, будний день. Четверг и за это. Нам дали, вот, Никита, покажи, такую штучку. Это, как говорится, жетон ожидания. После того, как она зазвенит, нас пригласят к кассе и мы получим. В общем, мы взяли две шаурмы. Никита взял классическую, я взял чесночную. Цена и той, и другой. 280 рублей за единицу. И мы взяли чай или, как бы, сок в палпе. За бутылочку 150 рублей. Вот такой вот мы взяли лимонадик. Так что, итоговый чек у нас получился практически на 900 рублей. Две шаурмы, два сока. Ну, сейчас дождемся, когда нам ее выдадут. Посмотрим, попробуем и... Пойдем и, может, выйдем. Оценим. Оценим. Ждем. Ну что, друзья, получили мы, наконец-то, наш заказ. Ну, Никита, оценивай, у тебя шаурма классическая. Давай, пробай. Мы их перепробовали уже миллион разных. Есть какие-то отличия от обычной шаурмы? Чувствуется мясо, во-первых. Ну, прям настоящий. Во-вторых, лук. Лук еще в других шаурмах я не видел. Но единственный минус, который я уже замечаю, то, что она суховата немного. Понял тебя. Ну, кажется, давай-ка я попробую, держи. Так, ребята, у меня шаурма чесночная. Чесночная. Ну, будем пробовать. Пойдем посмотрим. Ну, я так могу сказать, что чесночный тон присутствует. Чесноком немножко отдает. У меня не сухая. Очень сочная шаурма. Я не знаю, может быть, тебе просто показалось, но... Чесно могу сказать, что какого-то грандиозного отличия от обычной шаурмы я пока не замечаю. Мне кажется, это больше все-таки реклама. Ну, добавок немножко больше. Больше соусов. А так, в принципе, мне кажется, идентично. Так что долгий обзор, я думаю, делать не особо важно. Цену мы уже назвали. Нужно покушать, а потом уже обсудить. Ну что, ребята, покушали мы шаурму. Хача Амирана Сардарова. И скажу вам свою взрослую сначала оценку. Ничем практически она от другой шаурмы, которая продается по цене от 100 до 150 рублей, не отличается. Здесь цена 280, как я сказал. Я покушал чесночную, Никита классическую, повторюсь. Сок обычный здесь стоит 150 рублей. Ну, как сок. Лимонад, да? Мягко говоря. Кола стоит 0,5 сотку. В общем, моя оценка это больше огромная реклама. Просто бренд самого Хача. Немника Хача и все. Не больше того. Так что не могу вам сказать, что она прям сочнейшая. Ну, какие-то пару соусов таких довольно-таки простых туда добавили и все. Лук присутствует и в обычной шаурме. Не знаю, Никита, почему-то до этого не видел. Так что моя оценка этой шаурмы ни в коем разе не отличается от оценки шаурмы других производителей, обычных людей, которые продают ее в Москве на каждом шагу. Ну, твоя оценка. Моя оценка 3,5 по двум причинам. Во-первых, да, как уже папа сказал, она ничем особо не отличается. А второе, здесь все очень дорого. Потому что такая же шаурма, к примеру, я не знаю, в центре Москвы стоит 100-110 рублей. Здесь она стоит обычная, классическая, 280 рублей, ребят. За 0,5 колы сотка. В палпе 150 рублей. Ребят, ну, я не знаю, попробуйте донести это до хача, но... Амирант, вот, лично к тебе обращение. Сотка за 0,5 колы это слишком. Нет, обращение, наверное, другое. Амирант, ты, конечно, молодец, что раскрутил свой бренд. Но я тебе скажу, что тебе нужно в качестве шаурмы, точнее, в ее раскрутке, что-то добавлять. Придумать какие-то новые интересные моменты, понимаешь? Не просто та же самая курочка, то же самое лучевка и то же самое соло. Ничего необычного. Повторюсь, ребята, рекламу раскручивать великолепно. В сторис всегда выкладывают фотографии, где все ее хвалят. Но моя оценка тоже будет 3,5, потому что я ел шаурму и получше, и гораздо дешевле. Так что вам решать, те, кто здесь будет, можете приобрести и также оценить. И выложите свое мнение на своем канале или просто в инстаграме. Ну, на этом, я думаю, долго говорить не стоит больше, да? У нас еще с тобой огромные планы, время 3 часа дня. Мы находимся на Воробьево горах, смотровую площадку мы прошли. Я думаю, что сегодня, если что-то интересное мы еще увидим, мы, конечно же, отснимем. Ну, на всякий случай, я скажу вам, друзья, что нам всегда приятно, что вы оцениваете видео, пишите комментарии, ставите лайки, дизлайки, кому как угодно. Мы, собственно говоря, на все согласны и довольны. Ребята. Чем не отличается фирма Хаджа от других? Например, Black Star Burger. Бургеры есть в Макдаке, в Бургер Хироуз, в KFC даже есть немножечко там бургеров. Бургер Кинге. Уже говорил. Нет, это вот как-то. Но при этом у всех как бы свой танец. У Макдака такой себе сыр, к примеру. У Бургер Кинга картошка фри, там нормальная, но булочки сами очень маленькие, допустим. В KFC вообще не раскручены бургеры, а в Black Star все это сочетается. Там и сыр хороший, и мясо натуральное, и вообще очень сочетается. В общем, ты хочешь объяснить то, что Black Star это гораздо вкуснее, чем обычный Макдак, KFC, там, Бургер Кинг и все. Здесь я с тобой соглашусь. К шаурме уже возвращаться бесполезно. Мы сказали, что это обычная шаурма, ничем она не отличается. Поэтому, ребята, я говорю, что такой краткий обзор, не будем долго об одном и том же разговаривать. Приезжайте, пробуйте. Ваша оценка, ваше мнение. Наше мнение такое. Так что на этом пока все. Ну что, господа, я думаю, на сегодня достаточно. Мы сделали два коротких обзора. Чистые пруды и шаурму хочу. Конечно, эти два обзора между собой ничего общего не имеют. История и, как говорится, обычная лепешка, но это мягко говоря, неважно. Самое главное, хорошо погуляли, отдохнули, попробовали. И можно теперь смело отправляться домой. Время уже 4 часа вечера. Метро Воробьевы горы у нас по левую сторону, 5 метров нам осталось зайти. И закончим это все прогулкой по Лужнецкой набережной. Всего доброго, дорогие друзья. Всегда с вами Серега и Никита. На связи. Когда ты станешь большим сыном Мне очень хочется знать Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери Не бойся что-то менять Смотришь на меня без сомнений Мол, папа, я все знаю, понимаю все Без исключения Давай без нравоучения Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление Для правильного движения Ведь мне не все равно Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть Я не хочу тебя учить Но просто ты пойми А кем еще мне дорожить Когда ты станешь большим сыном Мне очень хочется знать Дочь Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери Не бойся что-то менять Когда ты станешь большой Дочь Когда доверишься мне Сын Тогда поймешь, почему Все, что я не смог Мечтаю воплотить в тебе Когда ты станешь большим Сын Мне очень хочется знать Дочь Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери Не бойся что-то менять Когда ты станешь большой Дочь Когда доверишься мне Сын Тогда поймешь, почему Все, что я не смог Мечтаю воплотить в тебе Знаешь, я не зря Все советую Сам когда-то был на твоем месте Только поэтому Помогаю с ответами Как это было давно Но если бы я мог вернуть все это время Я многое, наверное, изменил бы Без сожаления Ну что, скажи свое мнение Тебе ж не все равно Как ты будешь жить С кем ты будешь плыть Я не хочу тебя учить Но Знай в любой момент С тобой готов я рядом быть Когда ты станешь большим